Сегодня за состоянием тех, кто стал носителем коронавируса, пристально следят врачи. Но что делать тем, кто страдает от других заболеваний? Для этих людей вопрос, как попасть к врачу на прием, актуален как никогда. Ведь режим работы поликлиники на время пандемии изменился. Заведующая взрослой поликлиники номер один Анастасия Гоголева просит жителей не переживать. Поликлиника продолжает свою работу даже в такое непростое время. Поликлиника принимает пациентов с понедельника по пятницу с 8 до 8, значит в субботу с 8 до 15.00. И в воскресенье поликлиника работает по неотложным вызовам на дому. Если у вас есть симптомы респираторного заболевания, необходимо вызвать врача на дом. Не стоит подвергать опасности себя и окружающих. Это может быть любая симптоматика – кашель, повышение температуры, недомогание, боли в мышцах. Рекомендуем оставаться дома и вызвать врача. Врача вы можете вызвать по единому телефону. Это наш единый колл-центр 8 800 550 50 30. Вызов будет записан и обязательно врач посетит на дому. Если вы все же с симптомами респираторного заболевания решили посетить медучреждение, то для вас будет работать фильтр-бокс. Это помещение с отдельным входом, расположенное на первом этаже поликлиники. А тех, кому требуется неотложная помощь по другим вопросам, врачи всегда готовы проконсультировать. Мы оказываем неотложную помощь больным, которые пришли по неотложной помощи. Это могут быть травмы, хирургические заболевания. Также это могут быть неврологические заболевания, которые требуют к себе внимания. Если пациент пришел в поликлинику, ему окажут помощь. Но все дальнейшие осмотры специалистов будут происходить на дому. Медперсонал Щелковской больницы полностью обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Масками, респираторами, халатами, защитными костюмами. Это касается в том числе и мобильных бригад, которые выезжают к больным для взятия мазков. Мобильная бригада выезжает на дом в одноразовой специализированной одежде. Мазочек у нас берется из зева и из носа. Далее бригада возвращается сюда. Помимо того, что у нас выезжает мобильная бригада, пациенту может быть назначен по показаниям врачом мазочки в поликлинике. Также многие беспокоятся о том, как в период пандемии получить необходимые лекарства на льготной основе. Сейчас данные препараты также можно заказать через единый колл-центр. Есть два пути, как лекарства могут быть доставлены пациенту. Для пожилого человека его могут забрать из аптеки родственники, либо же их доставят вам на дом. Как вам удобно, чтобы вам привезли лекарство на дом или кто-то сможет подойти завтра после обеда за рецептами? Ну, ждем вам так тогда. Всего доброго. Добро пожаловать. Врачи работают с понедельника по воскресенье до позднего вечера, а порой и ночи, только чтобы успеть приехать по вызову к каждому заболевшему. Врачи просят граждан лишь об одном – соблюдать режим самоизоляции. А если человеку все же пришлось выйти из дома, то не забывать о правилах безопасности. Надевайте маску, защитные перчатки, носите с собой антисептик, соблюдайте дистанцию в полтора метра и избегайте мест скопления людей. Хочется обратить внимание на то, чтобы старались воздержаться все-таки вообще от выхода из дома и посещения детских площадок. Их оградили от посещения, их обрабатывают, но встречаться на детских площадках детям и родителям запрещено. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.